Ну пожалуйста, только не пижама. И ничего никто не увидит, стыдно потом на утро не будет. А вот тут костюм, именно то, что я искала. Если ты такая новогодняя, ты такой дождик на шею себе вешаешь. На какую-нибудь вещицу такую хлипкую и не очень качественную, которую я бы не рекомендовала. Поэтому мы все посмотрим и все померим. Всем привет, с вами Дилара, и это мой еженедельный шопинг-обзор. А мы с вами продолжаем наряжаться к Новому году. Я знаю, что у многих отменили корпоративы в связи с пандемией. Но никто не отменял празднование Нового года в кругу друзей, с любимыми людьми, с семьей. А в чем его встречать, я вам сейчас покажу. А еще не забывайте смотреть это видео до конца, потому что там вас ждет конкурс. Приятного просмотра! Российские бренды, как никто другой, подготовились к Новому году. Создали очень красивые коллекции. Потому что они понимают, как мы любим этот праздник и готовимся к нему. Мы сейчас находимся в нашем любимом магазине Lime. Здесь очень много красоты. Вот эта вот часть отдела вся новогодняя. Поэтому мы все посмотрим и все померим. Мне написали многие Диларом, мы будем отмечать Новый год дома, но, пожалуйста, только не пижама. Вот это не пижама, но это костюм пижамного кроя. И причем вы его можете разделить. И, например, нижнюю его часть, эти брюки, носить даже на работу. Я вам дальше покажу, с чем его можно соединить. Я бы надела что-то такое блестящее. И мне очень нравится верх. Его действительно можно надеть дома. Тоже накинуть на что-то блестящее. Я думаю, что мы его обязательно возьмем в примерочную и померим. И я прям легким движением руки взяла и верх XS, и низ XS. Верх стоит 5000 рублей, а низ мы сейчас посмотрим. Низ стоит 5600 рублей. Очень приятный цвет. Гладкий. Это сатин, скорее всего, по составу. Последнее, что я хочу добавить. Здесь не только кремовый цвет в наличии. И для любителей темного есть черный. И, кстати, обратите внимание, здесь такая завязка на поясе. И давайте мы с вами подвинемся в черную сторону. Потому что здесь все черное висит. Платье топ. И прямо отсюда мы начнем. Платье комбинация сатиновая. Внизу разрез A. Есть только шлица. И у него очень красивая спина. Здесь идут обычные бретельки. И одна бретелька идет из страз. Спину, естественно, придется открыть. Если вы накинете сверху жакет, то вашей красоты будет не видно. Поэтому это платье будет без верха. Прям вот отдельно вы его одеваете с какими-то блестящими туфлями. Не забудьте добавить таких же блестящих украшений. И какую-нибудь сумку можно выбрать с брошью тоже из страз. Но не преусердствуйте. Еще здесь очень красивый костюм черного цвета. Я думаю, на Новый год без жакета не обойтись. Во-первых, прохладно. Можно будет накинуть его на плечи. Во-вторых, с ним тоже можно составить интересный комплект. Например, выбрать что-то яркое вниз. Конечно, вы можете выбрать полностью костюм Total Black и надеть только яркие туфли. Но так будет неинтересно. Я бы добавила сюда каких-нибудь блестящих брюк. Либо какой-нибудь блестящий топ. И нараспашку, да, просто накинув пиджак на плечи. Стоит он 6600 рублей. Это размер S. Еще очень интересный топ в виде сердца у него вверх. Тоже на бретелях в виде страз. Корсетного плана, но без косточек. Поэтому грудь он особо держать не будет. Здесь нужно будет какое-нибудь корректирующее белье без лямок вниз надеть. А брючки, кстати, за щипами размер XS. И они не совсем уж и длинные. А вот тут я вижу очень интересное платье. Тоже размер XS. Ладно, давайте какой-нибудь побольше возьму я размер. У нас же не все носят размер XS. Что тут есть из наличия? Вот есть размер L. Что-то здесь прилипло, но я не думаю, что это будет ткань, которая все соберет. В принципе, она очень хорошо выглядит. Дорого. Потайной замок сзади. Мне очень нравятся эти выточки, потому что они подчеркнут талию, соберут фигуру. Также здесь строчкой подчеркнута грудь. Это платье миди. Очень красивое. Мне оно нравится. Его, если обыграть аксессуарами, обувью, будет очень интересно смотреться. Мне кажется, вот этот вариант, знаете, куда подойдет? Именно вот на корпоративный офис. Если у вас есть еще какой-то дресс-код, и вы не можете прийти в каком-нибудь блестящем платье, да, вам нужно все-таки быть сдержанной. Мне кажется, это прям хороший вариант именно на корпоративы. Еще мне очень нравятся эти брюки. Они немного расклешенные внизу. Здесь идет такая дорожка из страз, и очень красиво блестит. И надели это с боди, с катаут, такой вырез сбоку. Единственное, я бы надела какое-нибудь другое боди, потому что по составу я знаю, что в лайме не все стопроцентный хлопок, либо вискоза. И в этом боди, хоть здесь одно плечо и открытое, вы можете немного запариться. Я бы выбрала что-то натуральное наверх, либо что-то блестящее и открытое. А вот брюки отлично. Вообще, вот какое-нибудь боди более натуральное, которое войдет в эти брюки, и вы точно будете звездой вечера. И этот наряд тоже можно выбрать именно на корпоратив, и можно даже в офис перед Новым годом нарядный ходить, потому что такой запрос тоже был. Здесь просто черное платье, но я видела на модели, как оно смотрится на сайте, и оно замечательно подчеркивало фигуру. Тут очень интересный такой заглаженный верх, тоже в виде сердца. Я знаю, что есть еще другие цвета, то ли белый, то ли бежевый, но не помню. На сайте есть, если что, я вам покажу карточкой. И тут тоже такие строчки, которые соберут фигуру. В общем, сидеть оно будет прям, знаю, очень хорошо. Рекомендую на него обратить внимание. Много черного посмотрели, и много черного ждет нас впереди, но я тут информацию прочитала в интернете. По восточному календарю нас ждет год черного водяного тигра. Я не знаю, кто это придумывает. Ну, наверное, в Китае все-таки есть целая традиция и история всего этого. Я не осуждаю. И есть суеверные, конечно же, которые соблюдают традиции и наряжаются в определенный цвет, чтобы быть под покровительством главного героя этого года. Так вот, что там рекомендуют? Вы можете надеть черное, а можете выбрать что-то морское, синее или голубое. Вот черное как раз вы можете выбрать из линейки магазина Lime, потому что черного здесь предостаточно. Они, видимо, знали эту информацию и прям хорошо подготовились. Здесь еще есть одно черное платье. Я думаю, что это не последнее черное платье. И оно идет с такой небольшой асимметрией. Здесь одна лямка на липучке. Сзади тоже липучка и какая-то металлическая такая вставка. И внизу тоже такой эффект подтяжки. Будто бы сейчас вот здесь вот закончится чулок, и вы его пристегнете. Добавляет такую какую-то изюминку, такой какой-то интерес к этому платью. Хочется разглядеть и посмотреть, а есть ли у вас там чулочки. Еще один вариант, который я бы порекомендовала надеть на корпоратив, именно на празднование с коллегами. Здесь контрастные лацканы, белый цвет. Брюки просто прямые. Да, брюки просто прямые, не расклешенные. Но я бы еще каких-нибудь деталей добавила. Я бы, например, надела белые туфли, либо взяла какую-нибудь белую сумочку. Только здесь давайте уже без страз. Здесь подойдет просто обычная белая кожаная сумочка. Может быть, с какой-то асимметрией, маленького размера. Кожа может быть гладкой или глянцевой. Вот камни я бы сюда уже не рискнула. А вот тот блестящий можно. Ага, интересная юбчонка. Это не юбчонка, это юбка-шорты. Это знаете, когда? Когда уже разгар вечеринки. Шампанское льется рекой. И вы такая остановитесь на стол, и начинаются грязные танцы. И вот, чтобы вам не опозориться, вы знаете, что у вас юбка-шорты. И ничего никто не увидит. Стыдно потом на утро не будет. Поэтому, мне кажется, для тех, кто любит мини и пойдет гулять с друзьями, вот прекрасный вариант. Обратите внимание, 3000 рублей стоит вверх. Сделан со сборкой. Рукава немного фонариками. 2600, по-моему, стоит низ, да. Но мини такое, прям откровенное. Для смелых этот образ. Ой, а вот это платье мне очень нравится. Я обожаю. Еще с прошлого выпуска я влюбилась во все эти платья с буфами. Помните, в Antazer Stories мы с вами мерили. Вот здесь тоже очень интересный вариант. Это, кстати, размер L. Стоит 5000 рублей. Здесь длинный разрез по ноге, что сейчас очень актуально и трендово. И он просто сделан на одно плечо. И вот такой вот пышный рукавчик-фонарик. Я думаю, это платье будет очень интересно смотреться. Музыка. Музыка. Еще одно платье, которое очень сильно мне напомнило из магазина Love Republic. Мы с вами его, кстати, мерили. Только здесь качество получше. И вот эта верхняя часть с бретельками, даже, можно сказать, кат-аут, они имитируют такие вырезы. Мне кажется, это отголоски бренда Жак Нус. Вот у него такие платья были в коллекции. Стоит оно 5000 рублей. Это размер M. Давайте еще размер L покажу, чтобы мы сегодня точно не по эксцессам ходили. Здесь хорошо подчеркнута талия. Средней длины это платье. Черное. Ну, естественно, вы уже поняли, чем вы его можете обыграть. А вот тут костюм. Именно то, что я искала. И про то, что я вам много раз говорила. Мы его возьмем в примерочную, либо полностью, либо разделим. Здесь вверх, вот этот топ, он отлично подойдет в самом начале. Помните, костюм был пижамного кроя? Я бы взяла вон те брюки черного цвета и соединила. Топ здесь идет на запах, на кулиске. Стоит 4000 рублей. А вот эти брюки вы можете соединить. Тоже в самом начале у нас был черный жакет прямого кроя. Надеваете жакет и вот эти брюки. Получается супер лук. Сколько одежды именно по технике колор-блок. Платье там было с пышным, да, вот этим вот буфом с рукавом. Тоже черное-белое. В Other Stories были платья черное-белое. И здесь вообще наполовину из пайеточной ткани. Черное и белое. И будете как ини-янь. Сейчас посмотрим сцену. 5000 рублей. И давайте я достану какой-нибудь большой размер. А из больших размеров тут висит только элька. Вот так вот выглядит элька. Здесь эластичный пояс, свободный лиф. Просто оно свободное, с черными колготками. И какими-нибудь даже можно просто черные туфли выбрать в виде, в качестве обуви. А еще тут маленькая сумочка. Я, кстати, да, я что-то прошла и увидела много разных маленьких сумочек. Но я думаю, вы их увидите на примерке. Я, конечно же, возьму их с собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Что здесь есть еще? Ну, это просто юбка. Вот этот интересный вариант. Давайте его тоже покажу. Сейчас только размер выберу побольше. Тоже возьму эльку. Я знаю, что очень многие говорят, что вот эти баски отошли. Они не в тренде, они не в моде. Но мне этот прием очень понравился. Если вы, например, хотите скрыть небольшой животик, то, например, вы можете надеть эту футболку нарядную с брюками обычными черными, которые, например, висят вот тут, и будет красиво смотреться. Вот это интересно блестит. Всего лишь одним слоем, просто сборка. А это, кстати, стопроцентный хлопок. 1600 рублей. Еще и цена приятная. Субтитры сделал DimaTorzok А вот оно, цвет капучино. Вообще идеальный лук. Как хорошо здесь в магазине скомпоновали. Во-первых, просто обычный черный классический жакет. Стоит он 6600 рублей. И платье мы там посмотрели с вами черное. Я вам еще сказала, что оно либо в белом цвете, либо в бежевом. И как здесь соединили. Никаких пайеток, никаких страз. Ну так красиво и элегантно. Отличный лук. Может быть, мы его даже и примерим, если будет мой размер. Супер. Продолжение следует... 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 Вы же помните наш цвет ботега вената. И выбрать зеленый костюм, либо просто зеленый жакет, как вам нравится. И соединить его тоже с чем-то блестящим. Если вы думаете, что это все, нет, это не так. В Лайме очень много всего интересного. Давайте здесь пройдемся по островку новогодней коллекции. Очень интересный костюм. Он мне напоминает вот эту коллекцию Вуаф Репаблик Смарт Кутюр с вырезами, кат-аут. Я думаю, что это микро-тренд, но иметь жакет такой в арсенале, мне кажется, это очень интересно. Если вы модница, почему нет? И все это дополняется такими же брюками с большим вырезом сзади. Здесь прям такая полоска интересная. И они, по-моему, расклешенные. Да, брюки со стрелками и расклешенные. Идем дальше. К зеленому платьицу. Не обязательно быть в пайетках и быть блестящей. Вы можете надеть платье с блестящей тканью. Есть точно такого же цвета розовая, прям цвет такой жак-мюс. Но в другой части зала мы обязательно к нему подойдем. Стоит оно 4600 рублей. Платье назовем платье-сборка. Потому что лифт со сборкой, низ со сборкой, рукавчики тоже со сборкой. Плечи открыты, тут свободная резинка. Стоит оно 4600 рублей. И еще из этой ткани есть интересный костюм. Давайте его тоже рассмотрим поближе. Здесь он даже на манекене надет. Я не думаю, что я его буду мерить, потому что здесь короткое мини. И я думаю, что этот эксцесс будет мне большеват. Мне, кстати, нравится, как они соединили с черными кожаными перчатками. Укороченный жакет с золотой фурнитурой. Остроконечный ласканый, очень красивый костюм. Цену вам покажу. Увидела один из вариантов стилизации этого платья. Я, видите, не мерила его и не поняла, что так можно. Из-за того, что здесь резинка, вы можете поднять эти рукава и сделать их вот такими пышными. И опять у вас получаются буфы. Интересное покрою платье, необычное. Я вот что-то похожее в других магазинах не видела. Пойдемте, в общем, еще цветную коллекцию посмотрим. Тут не только всякие пайетки и так далее, а еще есть... Короче, пойдемте. Хотела вам еще аксессуары показать. Я такие не видела. Здесь обруч двойной с пересечением, но за счет вот этой штучки не видно. Поэтому его отложим в сторону, а этот мне удалось освободить. Во-первых, он лаконичный. Здесь всего лишь одна линия из трасс. И посмотрите, когда вы его надеваете, он имитирует сережки. Может быть, я его сейчас неправильно надела, потому что мне не хочется испортить свою укладку. Но это интересно. Вроде бы с первого раза и не видно, но вот тут вот такие весюлечки и похоже, как будто у вас динные сережки. Обратите на него внимание, стоит он 1600 рублей. Я сначала не поняла. Думаю, почему Lime сделал новогоднюю коллекцию такую яркую, даже можно сказать кислотную. И только сейчас я осознала, почему. В том году бренд Jack Muse, про который мы с вами очень много раз говорили, к Новому году создал розовую коллекцию. Он решил, что как-то типично все вот это блестящее, стразы и так далее. И он сделал всю коллекцию розового цвета. И это было прям так смело, и многие обсуждали это. И мне кажется, так как я очень много всего увидела, да, и Lime, видимо, вдохновляется этим брендом Jack Muse, они тоже сделали новогоднюю коллекцию, часть ее, вернее, яркой. Здесь и кислотные такие цвета, мне понравился вот этот жакет, его не было. Платье, вон там мы с вами его рассматривали, зеленое, здесь такое же, розовое. Мини-юбка, тоже кислотного цвета. Есть еще брюки, можете с юбкой костюм приобрести, можете с брюками. Это платье мне по качеству не нравится, и вот он, между прочим, именно вот этот приятный розовый цвет, цвет Jack Muse. И здесь тоже костюм, обычный прямой жакет и мини-юбка, но я думаю, она мне будет большой. Продолжение следует... А еще здесь из пушистой такой шерсти сделан свитер, и я бы его соединила с какой-нибудь блестящей юбкой. 4 тысячи рублей. Но я знаю, что у меня есть поклонница цвета, поэтому вдохновляйтесь. Если вам нравится, переходите на сайт Lime, и там вы сможете собрать себе вот такой вот яркий, необычный новогодний комплект. Мне кажется, мы так хорошо с вами детально рассмотрели новогоднюю коллекцию Lime. Я надеюсь, что в следующем выпуске мы посетим другие российские бренды. А сейчас пойдемте в Резерт и соберем праздничные комплекты там. И мы продолжаем с вами наряжаться, и сейчас пойдем в магазин Резерт. Между прочим, вы наверняка спросите, откуда у меня эта юбка. И я ее, по-моему, год назад купила в Резерт вообще на распродаже за 500 рублей. Я ее ушила, потому что она была такая большой, а силуэта. Я отнесла ее в ателье, сделала по моему размеру. И вот, видите, в праздники хожу, блещу. Давайте начнем с вот этой блестящей стороны. Это что-то типа бархата. Но это я бы не рекомендовала. Это какая-то дохленькая блестяшка. Мне очень понравилось это платье, я его увидела издалека. Оно интересное, оно не просто блестящее платье, а оно такое, знаете, в стиле... Вот этот вот фильм был, дайте вспомнить, который мне очень нравился, великий Гэтсби. И вот этот бурлеск, вот эти вечеринки, которые они там устраивали. И там были платья, но мне кажется, они были подлиннее, скорее всего, это была длина Макси, но вот с такой же блестящей, с такой же бахромой. Стоит оно 3500 рублей. Оно тяжеленькое, паеточная ткань, достаточно хорошего качества. И я думаю, что мы какой-нибудь образ с ней составим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот еще интересно, такие капли. Правда, это джинсовая куртка, я не совсем представляю, как ее можно носить в обычной жизни. Скорее всего, это праздничная такая нарядная вещь. Здесь ее соединили с юбкой, но я бы наделась здесь что-то другое. Либо обычные джинсы прямые, либо это была бы какая-нибудь мини, либо просто брюки какие-нибудь светлые, либо я ее накинула на платье. Вот, как здесь юбка соединили, мне не совсем нравится. Она слишком груба, какая-то такая вот огромная, и вообще она по стилизации здесь не совсем подходит. В резерв я буду выборочно показывать здесь вещи, потому что тут, во-первых, можно наткнуться на антитренд какой-нибудь, на какую-нибудь вещицу такую хлипкую и не очень качественную, которую я бы не рекомендовала носить. Поэтому не будем обижать магазин и сделаем акцент только на хорошие, интересные вещи. А вот блестящие платья. И, кстати, по цвету это платье напоминает юбку, которую мы смотрели в лайме. Стоит 3000 рублей. И такое ощущение, как будто это шорты. Нет, это все-таки юбка, нижняя часть. Есть в другом цвете. На запах сделан лиф, 3000 рублей. Достаточно качественная ткань. Да, неплохое платье. И здесь есть еще мини-юбки. Если это как-то интересно... Нет. 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 Забудьте про эту мини-юбку. Она просто сделана на запах, и там какие-то такие рюшечки. Не очень. Нет. Эту юбку мы не берем. Вот тоже бархат, он вроде бы в моде. Вот, понимаете, надо уметь отличать. А то вы послушаете там мои видео или других стилистов. Бархат, бархат в моде. Бархатное платье беру в примерочную и покупаю. Нет, бархат в моде, но не эта модель. Поэтому я не просто так там вам показываю, что на полке висит. Я выбираю удачные модели. Если что-то в тренде, то это еще определенную форму должно иметь силуэт и модель. Поэтому если бархат в моде, то это не значит, что нужно все из бархата выбирать. Да, юбка в пайетках, но она хлипкая, будет выглядеть дешево. Она удешевит ваш образ. Поэтому не каждое пайеточное платье, не каждая юбка в пайетках вам подойдет для новогоднего образа. Так, пойдемте дальше. Здесь больше ничего нету. Так, а это что? А это платье. И форму держит. И ткань хорошая. Я обычно не люблю в таких магазинах подобие твида, да, фактурную ткань. Стоит 3000 рублей. Здесь фурнитура хорошая. Воротник держит форму. Само платье держит форму. Два накладных типа имитация, да, кармана. Неплохое платье. Мне кажется, вот оно хорошо подойдет именно вот в предпраздничное время. То, что очень многие, кто написали, что хотят на работу ходить нарядными. Мне кажется, вот хорошо. Можно на лонгслив надеть. Можно на футболку надеть. Но мне кажется, он как самостоятельный элемент. Просто как платье тоже очень хорошо смотрится. И еще я не совсем люблю вот эти водолазки с люрексом. Многие думают, что это база и можно использовать для многослойности. Не трендово смотрится как-то не очень. Поэтому я их стороной обхожу. Красный костюм. Сильно он мнется? Нет, мнется не сильно. Брюки хорошие. Стоят 3000 рублей. А к жакету есть вопросы. Немножко он неряшливо смотрится. Потому что, мне кажется, в лайме намного качественнее жакет. Единственное, что он дешевле, скорее всего, 5000 рублей. Нет. За 5000 рублей можно купить хороший жакет Zara. Я бы на этот жакет 5000 рублей не потратила. Плюс пуговицы очень сильно дешевят его. Мне очень нравятся для новогодних образов твидовые жакеты укороченные. И твидовый жакет есть в Zara. Прям отличный. А вот тут твидовая жакетка и вот это вот какое-то не очень актуальное платье. Вот это вообще, это анти-тренд. Пожалуйста, проходим мимо. И вот эти вот все рубашки. Ну, хотя эту еще можно как-то, но вот этот цвет, вот здесь вот фиолетовый, я бы точно не брала. Мне кажется, он лет 10 сверху накинет. Как-то так получилось, что мы еще и немножко по анти-трендам поговорили. Здесь тоже нет. Хорошее платье, достаточно плотное по едке, стоит 4000 рублей, с розовиночкой. Ну, знаете, какой образ пришел в голову? Я бы сверху накинула бы какую-нибудь шубку пушистую. Я видела недавно в манго, прям белое, как у невесты. Мне кажется, это так было бы по-новогоднему и нарядно. Можно надеть такое платье. Например, если вы отмечаете Новый год за городом с друзьями, и вы выходите посмотреть на фейерверк. Накинули шубу из окамеха светлого цвета. У вас просто 20 ден, я бы выбрала здесь бежевые колготки. И все, получилось бы очень мило. Вот, наконец-таки я нашла юбку практически как у меня. Единственное, у меня нет никаких разрезов по ноге. Здесь есть небольшой. Стоит она 2500 рублей. И вот с ней мы соберем один теплый образ. Был очень крутой запрос, который мне понравился. То ли это был корпоратив, то ли встреча с друзьями за городом, шашлыки или барбекю, возле костра с песнями, плясками. Но запрос был без пуховика. То есть, как одеться нарядно, но в то же время, чтобы было тепло. Следующий лук. Мы берем вот такую юбку, как у меня. Надеваем плотные колготки. Берем, одеваем с угами, либо с унтами, которые сейчас в тренде. А поверх мы надеваем термобелье. Мы, кстати, даже можем одеть леггинсы, тоже из термобелья, если прям вы совсем, да, мерзнете. И сверху мы надеваем теплый, такой объемный свитер. Одну часть заправляем, можем надеть какие-то украшения. И сверху, если вы не можете надеть пуховик, я бы добавила жилет. После танцев вам станет совсем-таки жарко, вы этот жилет снимете, и у вас получится именно теплый лук для встречи Нового года за городом. Берем в примерочную. Сейчас такой лук мы с вами соберем. Я думала, что все, коллекция закончилась. На самом деле на сайте намного больше ассортимент, интереснее модели. Там даже перышки такие пушистые есть. Я просто увидела еще одну интересную юбку. Она, знаете, как привлекает внимание? Я сегодня пока по торговому центру прошлась, столько комплиментов собрала. А это женщин, между прочим. Вообще юбка один в один, как у меня. Вот эта резинка такая же. Ой, сколько стоит? 2500 рублей. Просто она зеленая, такой прям зеленый, немножечко даже теплый зеленый, я бы сказала, по цвету. Вот моя была, наверное, такая же по длине, только мне кажется, она была еще немного расклешенная, и я ее перешила. Вот, можете взять такую похожую юбку. Только здесь она с какой-то кофты висела, которую бы я не рекомендовала. Я бы просто со свитером ее бы одела. Ну или комплиментарный какой-нибудь по цвету вверх подобрала. У меня сегодня просто акцентный низ, акцентный верх, и все такое сложное. Так, что еще? И снова поговорим с вами о трендах. Мне очень понравился этот цвет. Мы его видели с вами в Zara. Там было очень много этого цвета в виде костюмов. Мы юбку мерили с каким-то свитером. Во-первых, нетипично. То есть это не какой-то белый, да, не розовый. Коричневый цвет. Стоит 3000 рублей. Выполнено очень хорошо. И при этом вы можете тоже превращать его в юбку, накинув сверху какой-нибудь кардиган. Не хватило мне ассортимента в резерв, но в лайме у нас было очень даже насыщенно. Мы обязательно с вами продолжим наряжаться к Новому году в следующем выпуске. Но это еще не все, поэтому не переключайтесь. А сейчас нужно позитивно настроиться и рассказать вам про конкурс. Потому что у нас сейчас такое произошло. Но я думаю, я вставку сделаю, и вы поймете, о чем речь. В общем, мы снимаем видео сегодня в торговом центре Мехом. Снимаем в личной цене, в общественном месте. И когда я сняла, ко мне подошел охранник и сказал, что я не имею права это делать. Молодой человек, который не разрешает мне снимать, приходит и устанавливает здесь свои правила. И стоит, ждет, когда я уберу камеру и достану телефон. Ко мне пришел другой человек и стоит возле меня и мешает мне сконцентрироваться в ситуации. Вообще-то, конечно, я снимаю, но мне приятно это. Ну, передо мной, ты пойму, а потом не помню, что это некрасиво, собственно. Традиционно, каждую неделю среди моих подписчиков я разыгрываю набор косметики от Клинит. Думаю, в этот раз я разыграю какой-нибудь новогодний набор. Что вам нужно для участия? Первое, быть подписанным на мой YouTube-канал. И второе, написать любой комментарий. Давайте с вами обсудим, где вы будете встречать главный праздник года. На этом все. Спасибо вам за внимание. С вами, как всегда, была Дилара. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. И, кстати, мы на телефон снимаем, потому что нам на камеру не разрешили.